Юлия Лухнёва – мама восьмилетнего Серёжи. У мальчика декский церебральный паралич и нарушение психомоторного развития. Несмотря на серьёзные диагнозы ребёнка, семья не замыкается в пределах своей квартиры. Уже несколько лет Юлия и её муж Дмитрий возят сына на занятия в Котлас. Прошлый год Серёже исполнилось 8 лет, Сергей стал школьником, ну и возник вопрос о обучении. Всё, что смогли нам предложить в Коряжме – это домашнее обучение. То есть домашнее обучение для меня – это приход одного специалиста. Тогда нами было принято решение и написано заявление в 14-ю школу, коррекционную школу города Котласа, куда нас приняли. Сейчас Сергей полдня посещает город Котлас тоже 14-ю школу и полдня реабилитационный центр. В семье не скрывают образование, развитие и лечение Серёжи ежедневные поездки в Котлас – это недёшево. Но это того стоит, диагнозы никуда не уйдут, но вот состояние и развитие мальчика стало заметно лучше. Но всегда моей мечтой было, чтобы это всё всё-таки стало возможным у нас в Коряжме. Поэтому мной, как матерью, ребёнка, инвалида и депутата по 4-му округу, было принято решение всё-таки начать создавать это всё в Коряжме. Первое, что я сделала, сделала запрос, то есть изучила спрос, будет ли вообще спрос матери. Мамочки всё-таки боятся этого, боятся ставить своих детей другим людям. Далее были официальные обращения и беседы. Итог таков. Открытие учебного класса для детей со множественными нарушениями развития возможно на базе Коряжемского детского дома школы. Там просчитали потребности и обратились с запросом в областное Министерство образования и науки. Однако сейчас необходимо выяснить, в чём конкретно будут нуждаться особые дети. Уважаемые родители, опекунные, законные представители. С 1 сентября 2018 года в Коряжемском детском доме школе возможно будет открыт класс для детей с умеренной, тяжёлой, глубокой умственной отсталостью, с тяжёлыми и множественными нарушениями развития. Уважаемые родители, мы ждём вас 23 января 2018 года в нашем учреждении в 15.00 на родительское собрание. Обращения в область, собрание депутатов и профильное министерство принесли результаты. И сейчас наступило время согласования и уточнений.